Дарья Кобылянская Когда мы встретились спустя несколько месяцев, я очень волновалась, думала, что она, возможно, меня даже не узнает, потому что мы виделись всего один раз. Но все вышло совсем наоборот. Она радостно бежала ко мне на встречу, обняла меня, сказала, что она меня ждала и очень рада меня видеть. Мы прекрасно провели время. Она мне звонит, я ей звоню, мы созваниваемся, не теряем связь. И делать мне это совершенно легко. Продолжает общаться со своей подопечной и руководитель утренней редакции Ирина Сазутова. После съемок они с Кариной выяснили, у них много общего, например, футбол. Одна начинающая спортсменка, другая – ярая болельщица. Я считаю, что находить время общаться с детьми, у которых нет родителей, вот просто обязан каждый взрослый. Просто для того, чтобы выполнить свою вот эту вот миссию мудрого наставника. Я, конечно, пока еще не думаю о том, чтобы стать приемной мамой. Но быть волонтером, наставником, каким-то, может быть, даже больше старшей сестрой с огромным удовольствием. Такой вид волонтерства очень полезен для детей из детских домов. Иметь наставника – это значит иметь своего личного взрослого, которому можно обратиться за советом помощи, которому можно доверять. Который не выполняет роль мамы и папы, но в то же время может помочь ребенку в его будущем, например, определиться с профессией. Я смотрел, как Сережа занимается на батутах, прыгает в яму и подумал о том, что если молодому человеку еще в таком возрасте дать правильный вектор, правильное направление, то вполне возможно в будущем у него появится серьезное увлечение и может быть даже какая-то карьера в этом плане. Стать волонтером для ребенка, оставшегося без попечения родителей, может каждый. Для этого достаточно обратиться в любой детский дом или центр развития семейных форм воспитания. Только помните, это должна быть не разовая акция. Решили стать для кого-то другом? Идите до конца. Я твой друг, я прихожу только в гости и я, к сожалению, мне очень жалко, но я не смогу тебя навсегда забрать в свою семью. Это все равно проговаривать надо будет. Мы должны все-таки показывать жизнь настоящую, не только развлечения какие-то там, еще что-то. Подробную информацию о волонтерстве вы можете получить по телефону Центра развития семейных форм воспитания 258-15-33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова